Выбираю хорошее самочувствие. Под таким названием Фонда ООН по народонаселению и именобразованию запустили программу психологической помощи для учеников школ и лицеев страны, которые находятся на карантине. 24 онлайн-сессии по 45 минут будут проводить психологи и психотерапевты. Следить за прямой трансляцией можно будет на странице Министерства в Фейсбуке. Первая интернет-встреча прошла накануне. Дорогие профессори, дорогие родители, мне очень приятно познакомиться с вами сегодня в кадром кампании для lanzания программы «Алексы, ма симпт бине». За самочувствие и внутреннюю гармонию в этом проекте отвечают психолог Даниэла Терзи-Барбэ-Рошия и семейный психотерапевт Сергей Тома. После вступительной речи специалисты приступили от слов к делу и провели первую беседу с пользователями. Объяснял, как адаптироваться к изоляции Сергей не на пальцах, а на коробках. Мы приучены к тому, чтобы знать, что произойдет завтра, послезавтра и в последующие дни. Неизвестность. Вот тот клин, который выбивает нас из колеи. Ученикам в этом плане, с одной стороны, легче, потому что у них есть какое-то расписание. Что можно сделать? Не забывать о том, что это ограниченное во времени изоляция. Это первое. И второе, для того, чтобы дать этому какой-то смысл. Сейчас то расписание, которое до этого делал кто-то для меня, сейчас лучше сделать его самому для себя. Этот и многие другие практические советы озвучивают специалисты во время прямых эфиров. Сеансы ориентированы на молодых людей от 14 до 20 лет. Однако подавляющим большинством первой встречи стали родители. Тоже могут взять кое-что на заметку. Очень важная тема. Мы получаем ответы на вопросы, которые нам не давали покоя. Спасибо огромное. Спасибо. Интересное, доступное содержание. Здорово придумано с коробками. Надо еще улучшить в техническом плане. Формат встречи подразумевает несколько частей. Передача информации по определенной теме, представление метода решения проблемы, а также ответы на вопросы молодежи в прямом эфире. Мы сможем ответить на некоторые из них прямо во время этого лайва. На некоторые мы сможем ответить между ними. А если они, если, может быть, запрос будет по поводу того, чтобы обсудить какие-то моменты более детально, мы либо сможем непосредственно связаться с этим молодым человеком, либо в сотрудничестве с Республиканским центром по психопедагогической помощи, помочь в более какой-то комплексной проблеме. Проект «Я выбираю хорошее самочувствие» продлится с апреля по июль. В этот период очень важно уделять внимание психоэмоциональному состоянию молодых людей, считают представители фонда ООН в Молдове. Проган Сомарский кат Barхтар,енеральный турнирond «Отв Chaos» Прямые трансляции проходят в среду в 16 часов и в субботу в 11 утра. Из 24-хон-лайн-сесий четыри пройдут на русском языке. Субтитры создавал DimaTorzok